В эфире служба новостей Саров-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Что нам стоит сокол построить? Реконструкция хоккейной коробки в самом разгаре. Решают горожане, как будут благоустраивать зону отдыха на Боровом. Приглашают на личный прием в Центробанк. Новая схема мошеннического обмана. Далее расскажем обо всем подробно. Реконструкция хоккейной коробки сокол в самом разгаре. Долгожданный объект для жителей старого района стоимостью в 20 миллионов рублей летом будет использоваться для командного спорта, а зимой здесь зальют каток. Депутаты Петр Смирнов и Александр Тихонов проинспектировали ход строительства. Новая хоккейная коробка и раздевалки в едином стиле, баскетбольные кольца, ворота для мини-футбола, видеонаблюдение и дополнительное освещение. Такой должна стать обновленная площадка сокола на территории Центра внешкольной работы. Депутаты Петр Смирнов и Александр Тихонов решили провести выездную инспекцию, потому как судьба социального объекта на фоне других городских долгостроев волнует царовчан не меньше. Подрядчик уже уложил газовый футляр, частично закупил оборудование – резиновое бесшовное покрытие с материалами для его укладки. Пришлось собирать подпорную стенку, которая не по проекту, значит, у нас немножко с отметками, тоже не попал в проектную документацию. И будем укладывать уже готовые основания, то есть дальше щебенка, резиновое покрытие и монтаж бортов непосредственно в хоккейную коробку. Работы проводит ООО «Спецсантех». Общая стоимость работы около 20 миллионов рублей. По словам руководителя организации, с людьми и техникой проблем нет. Сложности в строительстве возникают традиционно из-за недостатка финансов. Все авансовые деньги уже потрачены и сейчас подрядчику приходится вкладывать собственные средства для закупок. Когда заходили на закупку, невнимательно посмотрели условия контракта, там единоразовый платеж, то есть мы должны за собственные средства построить объект за 20 миллионов рублей, имея при этом 5 миллионов авансов. Но для нас это определенные сложности вызвали. Мы думали, сейчас там промежуточные закрытия, какие-то работы будем закрывать. Футляр газовый 2 миллиона, покупка резины, все, 5 нет авансов. Денег больше нет. Строим за свои, с других объектов придеркиваем. Но вроде сутка сейчас все наладилась, сезон пошел, другие заказчики платят. Сейчас процесс идет активно достаточно. Подрядчик обращался к заказчику с просьбой изменить условия контракта, на что получил отказ. Сейчас он пытается увеличить авансовый платеж. Депутаты планируют обратиться к главе города, чтобы корректировка типа финансирования стала возможной. На данный момент выполнено около 20% от всего объема работ. Сейчас строители ремонтируют подпорную стенку, занимаются планировкой песчаного основания и укладкой кабеля для видеонаблюдения. Сдать объект в эксплуатацию специалисты должны к концу года. По словам Александра Антонова, при достаточном финансировании уложить резиновое покрытие строители постараются в конце августа. После этого останется только монтаж оборудования, который займет 2-3 недели. Какой будет зона отдыха на пруду Боровом, решать саровчанам. До 30 июля идеи по развитию этой территории можно направлять на электронную почту, присылать в адрес администрации Сарова или приносить в рабочее время в кабинет номер 424. Обновить пляжную зону, высадить деревья и кустарники, поставить дополнительное освещение или закольцевать набережную, продолжив прогулочный маршрут. Саровчане будут решать, как благоустроить зону отдыха на пруду Боровом. Эта территория победила в рейтинговом голосовании в рамках программы формирования комфортной городской среды. Свои идеи по развитию зоны отдыха горожане смогут представить на общественные обсуждения. В ближайшее время в разделе формирования комфортной городской среды на сайте администрации по ссылке общественные обсуждения будет размещено уведомление о проведении общественных обсуждений. Это буквально конец июня-июль, где вправе каждый гражданин направить предложения по видам работ, какие бы там хотелось осуществить. И там будут указаны как раз ссылки на адреса, на телефоны, куда это можно все направлять. До 30 июля идеи по развитию территории пруда можно направлять на электронную почту seasobakaadmdefisarov.ru, присылать в адрес администрации Сарова или приносить в рабочее время в кабинет номер 424. По результатам общественных обсуждений сформируют техническое задание на разработку проекта. Объем финансирования – 30 миллионов рублей. Работу над проектной документации планируют завершить до конца года. Контракт на выполнение работ заключат до 1 марта. К благоустройству приступят в мае, а уже осенью обновленная зона отдыха будет доступна горожанам. Известно, что к данной зоне отдыха неравнодушны прежде всего федерации, это волейбола, другие общественные федерации в области спорта, туризма. Неоднократно обращались нам о необходимости устройства волейбольных площадок, увеличения их количества, об обновлении малых архитектурных форм, об устройстве пирса. И я думаю, если там уже обустроена набережная со стороны ближе к улице Бессарабинка, то, конечно, сейчас, наверное, наши горожане прежде всего захотят об устройство зоны отдыха пруд Боровой – это пляжная зона. Напомним, в рейтинговом голосовании саровчане выбирали между тропой здоровья и зоной отдыха у пруда. Боровой уже несколько раз выходила на голосование в рамках программы ФКГС. Эта победа стала действительно долгожданной. По техническим причинам в КБ номер 50 ФМБА России некоторые телефоны временно не работают. Вызвать скорую медицинскую помощь вы можете по телефону 112 или 60104. Обратиться в приемную главного врача по телефону 5-86-76. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Более 250 обращений поступило в Нижегородский фонд «Защитники Отечества» за первый месяц работы. Большая часть запросов касается различных мер поддержки, оформления документов, получения статуса ветерана или инвалида боевых действий, санаторно-курортного лечения и психологической поддержки, помощи в бытовых вопросах. Все обращения приняты в работу. В фонде нижегородцам помогают социальные координаторы. В их задачи входит не просто оказать услугу, но понять, в чем нуждается человек. Главная задача фонда – комплексная и всесторонняя поддержка. Вместе с волонтерами фонд также занимается адресной помощью. Увеличить размер материнского капитала за третьего ребенка предлагают в регионе. Такую инициативу внесли члены фракции КПРФ в Нижегородской области. Депутаты партии предлагают при рождении третьего ребенка сделать выплату, равную 30% от величины федерального маткапитала. Эта сумма составила бы 232 тысячи рублей. На данный момент в регионе при рождении третьего ребенка выплачивают 100 тысяч. Кампус мирового уровня создадут в фериале МГУ в Сарове. Соответствующее поручение дал Михаил Мишустин по итогам визита в город. Планируется построить объекты научно-образовательной инфраструктуры и создать кампусы мирового уровня. Расходы на это включат в проект федерального бюджета на 2024-2026 годы, говорится на сайте правительства. Площадь нового здания учебного корпуса МГУ составит 20 тысяч квадратных метров. Ответственными определены Миноборнауки, Минстрой, Минфин и Росатом совместно с МГУ имени Ломоносова. Абсолютный результат. Максимальное количество баллов по предметам ЕГЭ в этом году набрали 5 выпускников лицея номер 3. О том, как удалось добиться заветных 100 баллов, ребята рассказали нашей съемочной группе. Максим Шалин увлекся физикой с первых уроков. К 11 классу юноша пришел с полной уверенностью, что хочет связать свою жизнь с этой наукой. Стобальный результат по ЕГЭ для Максима был ожидаемым. К экзамену он усиленно готовился на протяжении 4 лет. Это все начинается с уроков физики, также какие-то дополнительные занятия, ну и, конечно же, самообразование без него тяжело. Я в основном готовился к перечневым олимпиадам и к Всероссийской олимпиаде школьников, в которой тоже достаточно успешно выступил. Я призер регионального этапа. 16 дополнительных бланков понадобились Максиму, чтобы отразить все свои расчеты. Процессу решения сложных задач он подходит основательно. Не менее кропотливый к экзамену готовился Алексей Кошелев. На его счету целых два стобальных результата по математике и физике. По русскому языку удалось набрать 95 баллов. По физике я готовился достаточно долго, считая почти все время, сколько ее изучаю. Это также во многом было связано и с участием олимпиадах. По математике и по русскому я занимался примерно в течение последнего года двух. Дальнейшие планы, по крайней мере, сначала поступить. Планирую в МФТИ на направление ПМФ и ПМИ. Владимир Луковкин получил абсолютный результат по биологии, а Екатерина Рыбаченко по русскому языку. По словам девушки, задания в ее варианте попались достаточно легкие. Почти на все она без колебания давала ответ. У меня было сочинение на тему отца и его роли в жизни человека. Я считаю, что мне очень повезло с сочинением, потому что в некоторых вариантах были темы гораздо сложнее, чем у меня. В русском языке я была уверена больше всего, и примерно таких результатов я и ожидала. Катя собирается поступать в Москву. Девушка надеется, что полученных баллов по ЕГЭ хватит, чтобы пройти порог для поступления на желаемые факультеты в МИФИ или МГУ. Сотрудники Центробанка предупреждают нижегородцев о новой схеме мошенничества. Злоумышленники приглашают людей на личный прием в Банк России. О том, как не попасться на удочку мошенников и что делать, если вы получили подобное приглашение, расскажем далее. Мошенники, которые представляются сотрудниками Центробанка России, усовершенствовали схему обмана. Они отправляют электронные письма гражданам и приглашают на личный прием в Центробанк. В сообщениях есть обращение по имени и отчеству. Указано время приема и настоящий адрес Банка России в том регионе, в котором живет получатель. Чтобы убедить гражданина, что сообщение пришло непосредственно от Банка России, мошенники используют специальное техническое средство и подменяют адрес отправителя на настоящий доменный адрес Банка России, тем самым пробуждая у получателя данного сообщения такое максимальное доверие. Персональное приглашение на личный прием – только один из поводов вывести человека на доверительный диалог. После этого аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами узнать данные его банковской карты, СМС-код или побудить перевести деньги на счета мошенников. Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 800 300 300. Для звонков с мобильного – короткий номер 300. Сотрудники Банка России по своей инициативе никогда не звонят гражданам, не присылают приглашения на личные встречи, не запрашивают никаких кондициальных личных либо банковских данных, не присылают копии каких-либо документов и не предлагают совершать какие-либо операции. По любым банковским вопросам позвоните в свой банк по номеру телефона, который указан на оборотной стороне карты или на сайте банка. Информацию о распространенных схемах финансового мошенничества и о том, как от них защититься, можно найти в специальном разделе на официальном сайте Банка России, а также на просветительском портале «Финансовая культура». Первый район каменной застройки города – поселок Боровой, сердце советской застройки города, сохранившее дух той эпохи и сегодня. Во дворах умещались детские площадки, спортивные сооружения, гаражи и даже небольшие сады и огороды. По улицам бывшего поселка вместе с краеведом и историком Алексеем Подурцом на прогулку отправилась наш корреспондент Анна Пилипец. Первый район каменной застройки города, он же поселок Боровой. И если многим приезжим это название ничего не скажет, за исключением одноименного пруда, то в памяти местных жителей всплывет четкая картина. Ровные кварталы с двухэтажными домами, лимонных или даже немного оранжевых оттенков, уютные тихие дворы и много зелени вокруг. Поселок Боровой – сердце советской застройки города, сохранившее дух той эпохи и сегодня. Стало больше проезжающих машин, а в остальном, кажется, все здесь как прежде. Вот где мы стоим, там он начинался. Это фактически улицы Гагарина, Пушкина и западной части улиц Фрунзе, Шверника и Чапаева. То есть он был построен по единому плану с 51-го, там, с 50-го по 53-е годы. И вот его начали строить отсюда, от нынешнего проспекта Мира, тогда он назывался проспект Сталина. Улицы Борового поселка, в отличие от распланированных ранее Старафинского и Итееровского, прямые и пересекаются друг с другом под прямыми углами. Исключением стала улица Пушкина, которую пришлось вписывать в пейзаж по кромке обрыва к речке Саровки. Такие дома есть практически в каждом советском городе, особенно закрытом, поскольку их строили по единому проекту Ленинградского проектного института. Вот тут, в общем-то, было все, что нужно для жизни. Ну, дома, население было молодое. Значит, здесь две школы. Они тоже строились, вот этот край поселка начинал строиться в 51-м году и закончился там, в 53-м. То есть, вот за три года здесь все было построено. А параллельно же строились и вот все объекты инфраструктуры. Каким изначально задумывали Боровой поселок, планируя строительство? И почему первоначальный план изменили? Какие археологические тайны хранит уникальная историческая застройка города? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в выпуске «Пешком по Сарову» в четверг, 13 июля в 19.45 в эфире Канала 16. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах Канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА